здравствуйте друзья доброе утро мы продолжаем наш рассказ о том как жизнь пройти проистекала когда мы уезжали из ссср это был вот 90 год примерно мы сейчас рассматриваем вопрос был о том что делать с английским языком если светлана английский язык учила в школе в институте в аспирантуре там я не знаю где там положено было и она могла в общем так даже немножко поговорить хотя у нее была одна интересная особенность которая в америке тоже не ушла сразу она путала слова которые звучали похоже но имели совершенно кардинально могли иметь разный смысл вот такая у нее путание но боже что такое потом ну похожее слово звучит похоже ушло потом да и вот так у нее хоть что-то так что-то было а я так вообще немецкий изучал больше того пока мы с светланой работали там в одном научном учреждении я работал в лаборатории методов называлась интенсивного профессионального обучения и сам я не занимался языками но были люди которые занимались языками были филологи там лингвисты и я в частности просто ну как от работы там помогал педагогу в группе которая учила французский язык и немножко нахватался французского но вот как то так разговорная я я никогда не мог не писать не толком читать но так комси комса там вот и еще этот французский чуть-чуть так вот я хочу сказать что методика вот этого интенсивного обучения она была очень эффективная в том смысле что снимала барьер такой что он вроде я знаю правил я не знаю правила как мы языки учили как мы учили немецкий там была куча правил как мы учили русский на русский мы говорим без правил нам не нужно а как бы мы так естественным образом а немецкий вот мы там какие-то правила учили и вот если хочешь рот открыть и фразу какую-нибудь сказать начинаешь соображать правильно ли ты говори вот эти курсы интенсивные отбили у нас у меня во всяком случае отбили какой бы то ни было внимание каким-то там правил хочешь сказать скажи ну как можешь так и скажи и вот вот это уж хотя было это на французском языке но отбила мне интерес к правилам на всех остальных языках тоже то есть я и по-немецки начал говорить достаточно легко то есть просто легко у меня у меня была была база хорошая но я начал легко говорить и когда я сдавал кандидатский минимум это происходило в педагогическом институте ленинский пед институт москва большой есть институт и я сдавал там по немецкому я решил все буду сдавать все-таки по немецкого я вы лучше знаю и там сдавали тоже кандидатский экзамен но там большая группа людей было и там в частности были люди которые филологи и им было положено сдавать кандидатский экзамен на втором языке не на основном она втором и вот там была девочка мы с ней там в коридоре разговорились у нее был основной там французский а второй был немецкий в общем мы с ней оказались вместе в этом в этой группе я я там был единственный инженер там все все филологи были гуманитарии и мне поставили четверку но в конце председатель комиссии меня в коридоре отловила и сказала ты ведь не переживай я никогда не могла подумать что инженер может так в общем-то прилично владеть языком я с листа читала наград можете понять о чем текст и я пошел с листа читать этот текст просто по-русски сразу то есть я был начитанный в немецком языке читал много и вот эта девочка услышав мою историю про французский который мешал мне учить англию учить немецкий вернуться к немецком у меня путалась она так на меня посмотрела и потом начала меня гонять вот там две фразы по-немецки две фразы по-французски вот я с ней вот так вот вышел и я вдруг понял что они у меня разошлись уже путаница была невероятна и вот с этим багажом значит мне надо уезжать и английская вообще никогда не учил в жизни в то время уже началась кооперация и появилось много разных там курсов такие курсы сякие курсы надо сказать что бездарность этих курсов зашкаливала то есть я там с друзьями там куда-то на один сходил на другой сходил это была какая-то катастрофа то есть там какие-то люди но педагоги вообще педагоги мало зарабатывали но тут им в кооперативе там это какие-то деньги платят и вот они но сейчас уже задним числом но и тогда тоже было много понятно вот они например там половину времени рассказывать о том какие они замечательные там педагоги какие все вокруг фуфло вот эта тема я круто остальные фуфло она так доминировала что просто на удивление исторически в москве были хорошие серьезные там двухлетние курсы там например при московском там округе военном там при доме офицеров но туда не было не попасть вообще на такие курсы попасть было никогда невозможно там запись шла за много лет вперед с чем что-то страшно но вот эти кооперативные какие-то курсики там и так далее но появились люди которые иностранцы раньше их также может они были где но с ними так нет не получалось общаться вот а тут у меня еще автомобиль появился плюс я же теперь там предприниматель я не работаю на работе вот там в то время когда люди могли бы встретиться я человек свободный вот и и машина у меня есть и в общем так и знакомых много разных среди тех кто куда-то уезжает соответственно когда появляется какой-нибудь я не знаю там американец или там англичанин да и можно с ним например там с кем-то из приятелей там поехать там возить его по москве и практиковаться в разговоре так что я ходил на какие-то курсы ну может быть занятие 10 там американская женщина была тогда появились педагоги из соединенных штатов ну такие пиво вот самое самое первое ну не могу сказать что что там набраться может быть набрался не знаю потом еще у нас собралась собиралась дома группа человек 10 и приходила преподавательница который вот по этим интенсивным методикам как бы работала и я хочу сказать что как человек который немножко в методике понимает она не не могла преподавать по вот этим вот лозан лозановским системам там по китай городской по шехтеру там и так далее она была очень злая там человек должен быть который это все ведет это не каждый может он должен быть душой компании он должен быть заводной он должен быть добрый он должен того это была злая и она свету обидела и мне что-то такое сказала что я подумал пошла бы ты на пик и перестал вообще к ней ходить туда очень ссср друзья вот там все так и значит короче приезжаю я в америку с языком так можно сказать никаким то есть когда мы пошли сразу после приезда пошли в сити колледж бабушка светила мама нас отвела сити колледж и мне там дали тесты я набрал 200 очков 200 очков это знает значит что нельзя не знаешь ничего вот еще у нас были такие знаете кассеты для магнитофончиков кассетных были кассетки кассетки эти по 10 раз там переписывались как я не знаю что то есть там качество этих записей было чудовищно но было несколько курсов таких которые можно было послушать но опять не было системы в занятиях не было кого-то кто меня куда-то вел как что-то тут схватил там схватил здесь схватил что-то такое из международные лексики там какие-то слова таки до интернационального значения ночью то есть я приехал совсем плохой был так что вот вот так мы учили английский язык я когда сейчас вот думаю господи вот не было фильмов которые можно было смотреть там субтитрами не было доступа вот просто газету читать или там ну я написать его сколько сейчас можно читать вот тогда ничего этого не было тогда была газета moscow news которая издавалась в ссср на английском языке английский там был совсем не тот в общем и собственно и писанина это мало отличалась от газеты правда поэтому ой господи боже мой когда немецкий так практиковал но я покупал газету немецких коммунистов фолькс стима называлась вот там австрийских я извиняюсь австрийских все-таки это кап страна даже гдровские были тоже так как газета правда не интересно было читать это хотя бы была австрийская хоть как-то в общем с чем сказать была правда еще газета английских коммунистов по называлась morning star но это как бы британская такая и в общем я пытался ее читать но как-то но мне не шла в общем так вот фактически я приехал совсем совсем без языка возможности для изучения то практически не было но вот тем не менее мы пытались с живыми людьми разговаривать а в это время барьер языковой у меня упал еще до того как я узнал язык да то есть я говорил от изучения французского комплексы вот эти вот что я не могу говорить надо правила знать и так далее эти комплексы ушли абсолютно в никуда никуда я мог ну там я мог на десяти словах говорить вот на 15 на 20 на 30 мне не было не стыдно никаких комплексов не было ничего то есть я мог объясниться очень сложно было понять что эти люди говорят потому что когда уже настоящие вот англоязычные люди понимаете что получается сливается в ушах все они они говорят вот какой-то какой-то такой вот непонятный сигнал идет длинный и ты не знаешь где там одно слово начинается и где другое кончается вот вот я примерно с этим уезжал из ссср мне было трудно различать где они там отличаются в общей сложности наверное было человек пять американцев с которыми мы так вот там гуляли там где-то встречались была одна женщина из киева но она уже 10 лет была в сша и конечно сильно обамериканилась например вот я могу сказать что она в заднюю дверь на заднее сиденье садилась жигули и это было так потрясающе потому что она привыкла заходить большую машину большую и вот она там еще время какой еще и вот она открывает там эту заднюю дверку и заходит в нее вперед поймете она не боком туда как мы на заднее сиденье она заходит туда понимаете вот как в комнату это было очень интересно и тоже интересная была женщина и еще была встреча такая занятная несколько дней мы общались с американцами штата монтана муж и жена они были в системе образования штата монтана работали какие-то чиновники были государственные и поскольку светлана моя была аспирантка я потом уже защитилась там по педагогике то у нас была знакомая она и сейчас есть она уже там сейчас член корреспондент академии педагогических наук ирина ее звали и вот ирина она как раз филолог английский язык у нее специальность и вот она должна была гулять этих американцев по москве и вот знаю наш интерес тоже нас позвала они домой к нам пришли вообще было интересно все про ссср они пришли к нам домой и я вот там про мельхиора раз к рассказывал не знаю с чем это было связано вот до сих пор не понимаю потому что это этот же точно мельхиор вот реально один в один вы можете зайти в американский магазин там какой месяц и там лежит точно такой же мельхиор и он не стоит дорого я не знаю но там тоже те там три доллара стоит там за ложку за вилку но но я не знаю но ничего там такого нет как я сейчас уже понимаю но они с таким интересом рассматривали мельхиор у нас на столе что я подумал что наверно в америке мельхиора нет или что там такое знаете ну вот может они думали что это серебро я не знаю ну и серебро тоже она не копейки стоит я не могу понять почему но они с большим интересом рассматривали мы жили в москве в очень приличном месте это прямо на берегу москва реки это хорошо вам дневники то есть это не центр города но ну такое место неплохое вот и они так знаете зима была и они так опасливо вот они так мы их проводили там потом они приехали на машине но пока мы там прошли там пол квартала до этой машины а у них было такое ощущение что сейчас прибьют там найти вот они так вот смотрели перепуганная думаю вы чего в приличном месте из вас тут ну неважно вот эти американцы они ехали и у них с собой была пачка писем для детей которые хотят переписываться от детей из монтаны ну и поскольку дочь наша училась в английской школе то мы взяли у них эти письма на читать несли в английскую школу я не знаю там стал кто-то с кем-то переписываться или нет но в частности у них была какая-то подруга вот этих американцев симпатичнейшие люди мы с ними встречались потом здесь сша и это подруга у нее был мальчик мальчик был примерно такого же возраста как наша дочь и в общем как-то они там пару раз переписались с этим мальчиком ну я думаю что больше может быть мама писала чем дочь а все-таки дочь дочь по-английски говорила я не могу сказать свободно ну могла она как она как раз из нас из всех более менее объяснял то есть когда она пошла в школу месяц через два ее перевели уже в класс для детей англоговорящих то есть сначала было в и сал инглиш из секунд ленге черен и и через два месяца уже перевели в обычный класс так вот вдруг один день какой-то значит приходит нам посылка из америки коробка и в этой коробке кукла ну кукла ну такая она кукла да там ну кукла и вдруг я замечаю что у этой куклы бракованные ножки то есть они так щелк так это они сгибаются ножки сгибаются у куклы и потом мы смотрим и 2 сгибается тут и ручки сгибаются думаю боже это не брак это фишка такая да тут я какую-то пробку попал там вот значит фишка такая называлась и называется барби найти барби и мы люди темные никакую барби не знали но на следующий день дочь берет эту куклу и несет показать значит детям в школе потому что ну как это вот-вот куклу я тут сгибается а и там не знает 9-10 лет ребенку начало идет с этой куклы да еще еще не было 10 и вот значит оказывается в школе многие дети уже знают про барби это мы не знали они оказались какая-то там чудо кукла вот это барби там это это барби она стала вообще предметом но я не знаю что то вот вся школа ходила смотреть на эту барби там щелкала этими ножками и в общем это все было такое знаете какая такая невероятность вот мы узнали про куклу барби да мы с этой женщиной потом тоже так ну как бы переписывались немножко но она умерла молодая грустная история это уже потом произошло в общем так вот мы учили язык и можно сказать об америка не вались так пути потихонечку такой у нас был такой был путь и я себе тут из ваших вопросов записал о чем о чем рассказать вот спрашивали про английский спрашивали про там то как родители и брат почему они сначала не хотели уезжать а потом они захотели уезжать и в итоге к нам приехали они приехали родители в конце 93 года обратно буквально через ну может быть пару месяцев после них через три месяца почему значит так получилось что они сначала не хотели потом хотели дело в том что это было время когда на глазах все очень стремительно менялась и я могу сказать что вот мы уехали в конце ноября вот да сегодня 20 22 ноября 90 года мы уехали а с 1 марта ну что там прошло но декабрь январь и февраль вот три месяца прошло с 1 марта отпустили цены был такой момент когда раньше все цены были государственные а тут сказали вот будем делать такую шоковую терапию значит вот все цены будут рыночные вот сколько стоит столько и стоит государству ни при чем ну на самом деле там не совсем даже так произошло нет я по памяти рассказываешь меня там в это время уже не было но типа там вот получилось так что в один день вот ты приходишься цены там в три раза выше те кто те кто там помнят они пусть лучше расскажут но люди которые приезжали через три месяца после нас через три месяца после нашего три месяца они на нас смотрели такими глазами вытаращены уже здесь в америке ведь виды вы вообще ничего не знаете вы вообще ничего вы но наверно да так вот я к чему говорю так быстро все менялось что три месяца проходит и вроде как ты вообще уже ничего не знает и я уже рассказывал что мы частенько ходили на проводы ну действительно вот вся вся твоя записная книжка вся твоя телефонная книжка все там 20-30 лет там 35 которые ты живешь вот они все потихонечку разъезжают и ну не каждые выходные там ну через неделю через две эти все и выходишь на какие-то проводы сначала эти уехали потом их родственники уехали и вот так вот ходишь 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 по цепочке и у нас вот я рассказывал есть приятель тот самый который научил как родителям светиным получить вызов что вот есть некий яша и которые в израильской консульской группе в голландском посольстве вот этот яша там выносит эти вызовы в кармане и вот этот товарищ значит который сейчас живет в санузе и это его тесть был тот мужик с мельхиором который значит говорил и вез наш мельхиор и кукла у него было который вот он ребенку везет а это не его собственно чтобы там таможенник не подумал будут все на пятачке вот это все связано с этим человеком да так о чем бишь мы родители у него брат есть старший и мы когда были на проводах на счету приятели у него алексов вот когда у алика были на проводах его старший брат ему было лет сорок там сорок один он был за учим в технику а тоже английский язык у него специальность вот он за очень техниками интеллигентный такой и он ведь я никуда не поеду он он по даже и партийным не был был не был не знаю ну нет 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 он это вообще это через три месяца мы встречаемся с ним на на проводах каких-то других общего знакомого через три месяца прошло как он нам говорил что он никогда вообще это вообще и он оказывается он в подаче оказывается он вообще ни одного лишнего дня уже не может оставаться и что вообще тут надо уточнить что помимо динамики которая в стране происходило было еще динамика связан с тем что ты вовлекаешься в какой-то процесс в тот или иной например вот ты вовлекаешься в процесс отъезда и поначалу ты говоришь да мне вроде не так уже и плохо но чего я еду там ну да ну дети ну да там ну да ну да и вот с этим ну да ты начинаешь ты пошел в одно учреждение ты пошел в другое учреждение ты начинаешь разговор какой-то и вдруг ты видишь лучше видишь в каком мире ты живешь пока ты не начал процесс ты живешь в одной части этого мира а когда ты начал этот процесс тебе еще какое-то открывается из него и ты вдруг начинаешь лучше понимать и люди которые доходили там новый сколько там нужно там но месяц-полтора ну два внутри чтобы уехать от момента когда ты начал этот процесс они уже в конце настолько были оголтелые я бы сказал вот чек которые состоянии я не знаю нужно там может быть и не нужно чего это я вообще они были уже такие фанаты этого отъезда они уже не могли лишнего дня находиться и тогда это было очень таким общим местом тогда может быть проще было знаете чем вот сейчас потому что тогда это как бы вот весь наш круг люди вот весь круг общения твой он весь снимался вот сейчас там люди снимаются они так тихонечко потому что весь круг стоит знаете они так индивидуально вылетают а мы тогда вылетали как бы всем слоем в котором мы жили вот этой большой такой группы но изменения были люди значит двигались так вот страна двигалась и что произошло папа был в отставке там ну уже лет но если не 20 то близко к тому он был в отставке у него была большая пенсия у него пенсия была больше чем я никогда такой зарплаты не получал как у него была пенсия еще налогов с него не брали с пенсии ты короче ему было комфортно у него был какой-то там денежные запасы и очень все было хорошо но существенно было то что он в общем то последние годы здоровье было не очень хорошая и я я хочу сказать что я рассказывал раньше что это военное поколение и мы жили в военном доме от дивизии где отец служил и там вот 80 квартир там но может быть 75 это офицерские семьи и там до 50 это никто не дожил особо там был вот мой отец еще мужик он до 55 дожил и все умер в 55 а дальше вот давайте и отец в этом смысле он как бы исчерпал какой-то там свой ресурс и медицина не могла его по поддерживать то есть ему нужно было делать вот эти шунтирование на сердце вот но это потом выяснилось а там у него была аденома предстательные железы там эти трубки шмопки я не хочу в этот дрянь влезать но он был прикреплен госпитале мвд на улице народного ополчения тогда вот прям так недалеко от метро полежаевска был такой большой госпиталь этого мвд и отец ну как-то он считал себя в чеков привилегированном положении у него есть доступ в ведомственный госпиталь там и ну ну действительно там условия были неплохие там тогда но когда мы уже уехали вот буквально вот в это примерно время когда он попадал в этот госпиталь они начинали как-то выражать сотрудники начинали выражать неудовольствие они говорят ну что вы тут ходите здесь не дом престарелых мы вам ничем помочь не можем знаете вот с той нежностью которая принята искать в обращении с людьми в отечестве вот и вдруг он понял что у него и это отняли когда пошли цены когда обрушились все эти сбережения превратились ну как бы в прах то есть он-то думал но родители вместе но больше отец он такой более логический был человек мама больше эмоционально он как человек более логический он вдруг понял что сбережения его нет здравоохранения у него нет вообще ничего нет и не ну квартира конечно там есть квартира и вот значит и и что в общем-то кранты но вот еще вот случись чего и тебя никто не лечить не спасать никто не будет это никому не интересно а там еще так получилось ему там нужно было скорую вызвать и соседка у нас была такая циничная такая девка помню не знали там 35-40 значит она в этот момент там где-то присутствовала и она говорит ему вы звоните в скорую и говорите что 35 лет и мама где то почему 35 лет но если вы скажете что 7 там 70 то они просто не поедут или будут ехать два часа то есть на молодых они еще как-то несутся она таких пофигу на умер и умерли а что ему еще делать ну то есть короче все это так вот скатывалось и вот вот так они и поехали брат работал в научном учреждении он он мехматым гу закончил он был кандидатом технических наук работал в химико-технологическом таком заведении насколько я помню он занимался вопросами математическим моделированием каких-то процессов химико-технологических связанных с получением кремния органической резины то есть вот не хочу в технологии уходить в общем и тем более сам ничего не знаю в космических системах используются это резина которая при при запредельно низких температурах сохраняет эластичность и вот он там занимался и так вроде у него все складывалось хорошо он уже собирался он когда уехал в итоге у него уже были оппоненты назначены на защиту докторской то есть он вот так как бы должен был бы стать доктором наук все было все было там на мази но к этому моменту уже год не платили зарплату так что он приехал где-то в девяносто третьем году в начале ну в общем как бы он они не хотели и он на момент когда мы уезжали он говорил ну куда я поеду у меня тут экологическая ниша вот я живу в некой экологической ниши таскать который вот меня никто не трогает и мне здесь комфортно ну но ниша это разрушилась а кроме того помимо нас в кремниевой долине у его жены который тоже из киева значит у его жены родители ну вся семья родители мама папа брат вот они тоже уехали в это время соединенные штаты они жили я я неправильно говорю более дальние родственники которым они могли бы поехать жили где-то в кливленде по моему вот и альтернатива была или ехать к их родственникам в клипленд или уже с родителями нашими ехать к нам и вот в итоге они приехали сюда и вот тут в общем и сейчас живут рядышком недалеко недалеко от нас тут вот мы как раз вот так ним едем возле возле офиса нашей школы если пешком идти то будет пять минут вот там какая-то знаете авария я вижу там ну да мы уже приближаемся очень медленно мы сегодня едем ну зато у нас есть время поболтать поэтому вопрос как бы почему люди которые не хотели уезжать в конце 90-х вдруг уехали в 92 там 93 потому что в это время разрушение систем системы ее распад происходил настолько стремительно понимаете наше человеческое восприятие таскать изменений она не такое мгновенно опять вот изменение уже далеко ушло а нам кажется что чуть-чуть или там мы думаем ну не может же так быть вечно ну вот как бы вот есть есть какая-то задержка в восприятии но так быстро все тогда происходило что в общем то народ достаточно быстро вынужден был соображать я помню что году в девяносто втором еще родители там были ну как-то плохо им то есть мы иногда по телефону созванивались это было довольно дорого я могу вам сказать что вот чтоб вы понимали просто какие были цены 2 доллара минута были разговоры когда мы приехали в сша 2 доллара за одну минуту сейчас она практически бесплатно там если в скайпе вообще бесплатно а если скажем просто по телефону позвонить ну там может быть там пару центов вот это да это было 2 доллара это было те 2 доллара это 30 лет назад было 2 доллара вот и плюс мы были совсем бедненький ну там да да привет да все хорошо да да короче значит что-то плохо им там значит и мне ребята говорят что в москве на рынке килограмм мяса стоит доллар ну доллар но бы конечно там не не богатые пока их можно сказать совсем даже бедны но наменял я 200 долларов по доллару пошел в банк значит мне дали 200 долларов по доллару и кто-то из знакомых там ехал значит я могу вот там отдай там передай моим родителям и вот а ну имею ввиду ну пусть они себе там я не знаю там килограмм мяса пойдут и купят на доллар там всякий раз как нужен килограмм мяса а жили они в москве недалеко от калининского рынка ну метро авиамоторно если кто-то ориентируется тогда это может часто переименовали у тогда было авиамоторный там прям был рынок напротив райком партийцы в общем они эти 200 долларов с собой привезли то есть такая ценность была в эти вот они они к собой привезли так не так ничего и не потратили в общем так и такое было время сыпалась 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 давайте я вам еще расскажу такой момент интересный значит когда два момента первое это когда мы только приехали в сша ну вот если мы прилетели в сан-франциско это уже было ну грубо там пусть будет 1 декабря недельку мы были в нью-йорке вот грубо говоря 1 декабря мы прилетаем в сан-франциско через две недели мы встречаемся там социальным работником который нами занимается еще нового года нет буквально и светлана мне говорит миша надо оформить заявку на воссоединение с твоими родителями ягу света ягод и чокнулась ягу какие ты ты только что вот и ты что забыла вот как вы уезжали как это все происходило как папа там с фактом там должен был все это подписать там и так далее то есть о чем ты говоришь света говорит послушай она кушать не просит правильно подадим пусть пока там она идет может быть они за это время дозреют лишь не знаешь как долго это займет и все короче в первых числах января вот как праздники тут отгремели мы пошли и заполнили на них на воссоединение то есть результатом этого всего должно было быть приглашение их на интервью на статус беженца в москве то есть как бы вот мы инициировали этот процесс а родители вы знаете они люди-то сталинской закалки то есть они как бы напуганные на всю жизнь и они так по телефону никогда ничего лишнего не скажут там и свете на тоже ну и значит где-то дело было в августе девяносто первого года в августе вы скажете до гкчп или после по моему до там за недельку до гкчп мама ночи я ей звоню и она значит так намекает она горит миша горит там вот того сего ну ты понимаешь что может быть вы там как-то вот и значит я гу мать я говорю так она уже там полгода гу ты не волнуйся уже процесс запущен то есть и буквально там через но я не знаю очень непродолжительное время ох ты друзья да я вам покажу что тут на дороге то вот из-за этого все и вот значит непродолжительное время и их приглашают на интервью и значит они говорят да а папа шансы там но он он уже в это время беспартийный там партия развалилась он там свой билет дал но в общем то так как бы обманывать нельзя а у него такое прошлое знаете там сорокового года там в системе дата сначала это были войска там нквд там он пограничных там служил потом значит все остальное и мвд и в общем так но выбрать нельзя но он так все рассказал они нормально отнеслись с пониманием он такой не один был вот и в общем так все нормально приехали ну вот вот собственно и все что еще можно об этом рассказать а там я хотел еще какой-то случай значит первое я думаю а еще еще один был забавный случай значит когда нужно было родителям проходить всякие эти медкомиссии там найти уже в то время действовал спейт такая организация поводит они зафиг вот какая-то там последняя станция планерная да вот по этой ветке там филевской вот где-то там на планерные там еще на автобусе подъехать в общем было какое-то учреждение и туда надо было прийти и там они как-то занимались там эти всякими делами ну и мама сидит там на лавочке значит на скамеечке чего-то ждет там люди вокруг а мама вообще общительный человек очень-очень-очень открытый такой добрый общительный человек и вот мама так общается с какой-то женщиной который рядом сидит и женщина из витебска приехал и мама говорит о так у меня же витебске живет родной брат а родной брат там такая история что он врач но на сын его такой знаете военный моряк военный моряк там где-то на севере служит так уже там тип капитан первого ранга вот ну а у него с другой стороны как бы родня по маме у меня мама русская и мама дочь адмирала но такого адмирала медицинской службы с балтийского флота вот брательник мой закончил там академию зержинского такой спортсменом был кандидат мастера там по пехтованию так все дела но и дядя мой он очень так возражал против того чтобы мы куда-то ехали то есть когда разговоры какие-то были вот когда мы со сметой только поженились еще за 10 лет до отъезда мы разговаривали он он очень возмущался в год до вычок до хренели выгод живете в москве у вас отдельная квартира у вас и куда же ну и действительно по тем временам вот по тем временам если бы мы уехали и там скажем вот двоюродный брат у тебя в америке живет то я не знаю как он там по службе и чем бы это для него кончилось но в это время когда уже мы реально уезжали но мама помнит что брат как бы к этому плохо относится они не знают что мы уехали им никто не сказал чтобы не огорчать ну это в общем короче мама разговаривает с этой женщиной у меня брат витебске тогда где брат что чего брат выясняется что она с ним живет на одной лестничной клетке понимаете то есть это не то что я в принципе он вообще поскольку он был зав отделением в больнице хирургически там была такая больница что он был зав хирургическим отделением моего жена гинекологическим то есть их витебске многие знали и вот так нет она просто живет с ним на одной лестничной клетки и тут мама соображает что бой как бы это самое ну в общем и она не слушайте только вы ему не говорите так да о чем вы говорите что как можно там все приезжает мама домой и там ну с этих всех медкомиссии значит там через день звоните и брат из витебска и говорится там на то тут такие дела я смотрю что так он в хорошем настроении а он такой был заядлый автомобилист у него автомобиль там не сорок шестого года его тесть из германии привез машину и когда поженились он подарил вот он сорок шестого года там на разных машинах не подумайте что надо и он говорит послушай раз такое дело так давай я уже приеду там там заберу чего-нибудь все так чтоб не пропадал вот и он сел над свою тачку не прицеп был и приехал в москву там и а это же шмоти отдать как за всю жизнь вот они там на дачу там они очень любили всякие вещи забирать на как называется на ветошь машину там протирать мыть и так далее вот мы все наши детские колготки там когда-то вот все что там оставалось вот такое найти мягенькое вот они они вся и всякую ветошь там собирали очень так они приехали попрощались вот такая вот интересная была жизнь мама очень смеялась она очень веселая была очень она смеялась она даже когда про войну чуть рассказывал знаете она все-таки там и окопы копала там против в донбассе да вот и окопы копала эвакуацию там и так далее у нее всегда вот сейчас она не рассказывала всегда было что-нибудь очень смешное то есть как бы грустная она как-то вот не не удерживалась в ней то есть как бы грустно грустно куда-то уходила а вот веселый оставалось всякие случаи забавные так далее так вот так вот мы с нашей семьей все потихонечку и выехали а уже когда они выехали никого собственно толком не осталось остался я не совсем точно сказал у отца есть сестра была сестра покойная была сестра которая жила в житомире и у сестры был сын с женой с ребенком вот и мы уже их оттуда значит подгребли из житомира а потом по их линии там еще какие-то были родственники которые тоже потом подъезжали вот так что вот мы все здесь вот тут все на пятачке и брат мой двоюродный родной мой брат вот тут вот тут вот все тут рядышком так что они уже прям сюда то есть если мы-то поначалу в сан-франциско ехали вот то дальше они уже все ехали к нам сюда поскольку мы уже в это время тут были вот наверное вся история счастливо и